С тех пор, как я внедрила в свою практику доктора эндуропатии эфирные масла, моя жизнь стала меняться очень интересным образом, стал расширяться круг моих знакомств. И среди этих людей, которые окружают меня сейчас, есть очень интересные примеры того, как люди внедряют эфирные масла не только в свою обычную жизнь ради здоровья, но еще и в профессиональную деятельность. И вот с такими людьми меня недавно столкнула жизнь, и мне показалась очень интересной эта практика, и захотелось рассказать об этом вам. Я говорю сейчас о кинезиологе, мануальном терапевте Игоре Ли и его жене Елене, которая является специалистом по эфирным маслам Дотера. С понятием кинезиологии я, в принципе, знакома давно, хотя и не углублялась сильно в эту тему, но я всегда знала, что кинезиология, как одно из направлений альтернативной медицины, помогает людям решать их проблемы со здоровьем без участия медикаментов. Поэтому, конечно, мне эта тема всегда была интересна. Но, как говорится, руки до всего не доходят, и кинезиология как-то стояла у меня на заднем плане, поскольку сама я лично очень близко ее не изучала, так немножко поверха. И вот жизнь меня сталкивает с таким интересным человеком, как Игорь Ли, который занимается кинезиологией уже очень давно, и на постоянной основе практикует. И это уже тысячи благодарных пациентов, которые решили свои проблемы именно с помощью этой кинезиологии. И вот недавно Игорь ввел в свою практику кинезиолога эфирные масла. И произошло это благодаря тому, что его жена Лена, которая являлась моей подопечной в свое время, моей клиенткой, попробовала эти эфирные масла на себе и получила удивительный эффект в плане оздоровления. И вот сегодня я хочу познакомить вас с этими людьми, как эфирные масла пришли в их жизнь, и какие интересные открытия они сделали не только в области применения эфирных масел для здоровья, но еще и применительно вот к такому интересному виду оздоровления, альтернативному, как кинезиология. Знакомьтесь, сегодня у меня в гостях Игорь и Елена Ли. Ну и я представляю нашим зрителям своих долгожданных гостей Игорь Ли, кинезиолог, мануальный терапевт. Игорь, поправь, если я неправильно говорю. Это правильно я говорю? Кинезиолог, мануальный терапевт. И я так поняла, что можно еще добавить несколько твоих профессиональных, как это сказать, ну, деятельностей. Но, наверное, мы сейчас, первое наше вводное видео будет, скорее всего, посвящено больше все-таки кинезиологии и мышечному мануальному тестированию, потому что мне эта тема показалась наиболее интересной. Она очень переплетается тесно с тем, чем занимаюсь я. А я доктор натуропатии. А кинезиология, как я понимаю, является практически составной частью натуропатии, если это можно так сказать. Возможно, она идет как бы отдельной наукой, но, тем не менее, она имеет отношение к естественным методам оздоровления или лечения человека. Поэтому я отношу ее вот все-таки к этой же области натуропатии. Так, и жена Игоря, Лена. Лена специалист по эфирным маслам Дотера. С Леной я познакомилась просто как с моей подопечной, которая пришла в один из курсов, которые я проводила, связанные с очищением организма, с переходом на естественное питание. И в ходе этого курса, в котором, конечно же, я рассказывала про эфирные масла, у Лены произошло, ну, не знаю, как правильно сказать, озарение или что, что ты можешь одну из своих главных проблем попробовать решить именно с помощью эфирных масел. Я говорю сейчас о баронхиальной астме. Да, Бая, ты все правильно говоришь. Познакомились мы с тобой именно таким образом. И действительно, когда ты практически здоровый человек по жизни, и вдруг ты в какой-то момент понимаешь, что тебя посетила такая проблема, и тебе, доктор, когда ты прошел, как говорится, семь кругов ада по всем врачам, и в итоге у тебя заключительный вердикт, что вам поставили такой диагноз, с которым ты, ну, в принципе, не хочешь мириться, и не хочешь с этим идти по жизни, и как бы у тебя нет другого выхода, как, допустим, пробовать что-то искать, 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 и пробовать что-то самой. И вот по своему жизненному пути я встретила тебя, познакомилась с эфирными маслами, с миром, и я решила пойти по твоему пути, попробовала на себе, вот, попробовала эфирное масло, здорово, здорово, я чувствую себя прекрасно, я не пошла далее по врачам, и я как бы чувствую себя прекрасно на данный момент, это действительно работает. То есть ты практически сразу ощутила на себе эффект от применения эфирного масла? Да, практически сразу. То есть до этого меня посадили на гормоны, которые я принимала, и как только я их прекращала, у меня всё возвращалось в рот. То есть мне сказали, что это нужно принимать жизненно, что это не лечится. Но на деле оказалось, что это не так. Ну да, мне эта история-то очень близка, поскольку вы знаете, да, что у моего супруга тоже бронхиальная астма, когда-то была, и сейчас я имею полное право сказать, что её нет, потому что нет приступов души, нет приёма никаких лекарств, а исключительно мы выползали, и выползаем, продолжаем выползать на эфирных маслах. Поэтому эта тема у меня уже поднималась на канале, да, тема бронхиальной астмы. И вот твой случай, он как раз ещё одно подтверждение вот этого правильности, этого пути, что на самом деле приговоры врачей не всегда правильны, не всегда их нужно слушать, а, конечно, надо очень много брать в свои руки. И такой вопрос, Лен, вот когда ты ощутила на себе, что действительно это работающий продукт, что ты, ну, ты почувствовала, что это очень серьёзно, да, вошло в твою жизнь, как ты рассказала об этом Игорю? То есть, была ли у тебя сразу вот этот посыл рассказать об этом мужу? Ведь это же муж, самый близкий человек, получается. Как ты преподнесла ему эту новость об эфирных маслах? Да, конечно, я, когда почувствовала на себе этот эффект, я сразу же поделилась с Игорем вообще такой новостью, таким эффектом, таким результатом, о том, что действительно это работает, что это не пустышка. Я ещё добавлю, когда вызываешь с испугом скорую помощь, когда у тебя жена не может вздохнуть, ты понимаешь, что проверены многие методы, которые я там использовал, ну, я ещё кроме того, что мануальный терапевт-кинезиолог, я ещё иглорефлексотерапевт, и герудотерапевт, и когда там иглоукалывание не даёт такого эффекта длительного там, и явки тоже так не помогают, и когда она уже стала заниматься, мне было, ну, без разницы, что, чем она занимается, главное, чтобы помогло в течении её. И когда она стала использовать разные методы, с тобой познакомилась, там метод Марвы Аганян там использовала, я был только за. Когда вот подействовали эфирные масла, ну, я был просто удивлён, потому что про эфирные масла я слышал, но никогда в своей работе не применял, потому что на одном из семинарий знаменитая профессора Васильева, ну, я считаю её основателем кинезиологии в России, она доктор медицинских наук, она на одном из семинарий знакомила с эфирными маслами, вот, и показывала, как их использовать, как тестировать на определённом пациенте, как оно действует, в общем, и я тоже, после того, как помогло Лене, я тоже стал использовать эфирные масла иногда в своей работе, когда это необходимо. Вот давай тогда начнём с твоей работы. Я думаю, что зрителям будет вообще-то интересно и полезно узнать, что такое прикладная кинезиология. Вот я как человек, ну, я профан, да, в этом, то есть я что-то слышала, я даже немножечко пыталась там изучать, но я понимаю, что кинезио – это и есть движение, да, логия – это наука, то есть это какая-то наука о каком-то движении, да ещё и прикладная. Вот если можно, очень просто нашим зрителям объяснить, что такое прикладная кинезиология. Ну, прикладная кинезиология – это наука о здоровье и системе адаптации внешней среде и внутренней среде, не только внешней, но и внутренней. У нас же внутренний мир богат, и вот это учит о здоровье, и это альтернативный метод лечения, который не использует ни декоменты, вот использует только природные ресурсы, ресурсы внутреннего организма. Вот. А как связано с этим слово движение, то есть кинезио – это движение, а что за движение, какие именно движения? Потому что используется биомеханика тела. Потому что тело человека, совершая определённые движения, включает миофасциальные цепи. Ну, в общем, это для простого обывателя. Определённые мышцы, суставы, выполняют определённую работу при разных движениях. Поэтому это биомеханика движения, кинезио – движение. Движение организма, движение внутренних наших рек. Ну, какая у нас главная? Это у нас река кровь, вторая у нас лимфосистема. Это две основные реки. Ну, есть ещё у нас мозговая жидкость. Ну, ещё одна там, в общем. И это движение, всё, всё, что в теле происходит, биомеханика движения жидкости – вот это вот движение. Ага. И изучая вот эти механизмы этого движения, мы можем докопаться, да, до каких-то причин болезни человека. Правильно я рассуждаю? Да, вот смотри. Что такое у нас медицина обычная, доказательная, да? Она… Приходит пациент. Вот простым языком буду объяснять. Пациент пришёл к врачу и говорит, доктор, у меня болит спина, так что разогнуться не могу. Что у нас назначает врач? А, вот вам список лекарств, отдавайте мы вам там 10 уколов, а то и больше сделаем блокады, в зависимости от того, насколько там эта боль, и насколько она длительная. Ну, накололи, сделали блокаду, человек ушёл, там у него не болит, потому что блокировали болевые рецепторы, да? А источник болезней не вылечили. А вот в одной кинезиологии, как раз у неё есть оригинальные методы тестирования, которые изучают всю эту биомеханику, зная биомеханику тела, всех движений, и она находит источник, используя при этом оригинальный метод мануально-мышечного тестирования. Потому что есть прямая взаимосвязь. В зависимости от тонуса мышцы, кинезиолог, он находит, добивается того, что, ну, путём этих тестов находит первоисточник, то ли это психосоматик, то ли это вегетативная нервная система пострадала, то ли это соматическая, то ли там череп длинноват, что произошло там, может, там травмы какие-то. В общем, вот эта прикладная мизиология находит источник боли. Не всегда болит спина, потому что проблема там. А часто может быть шея проблема. Может быть, вы пальчиком ударились когда-то, не заметили, но похромали чуть-чуть. Ну, что такое, вроде палец ударил, похромал чуть-чуть, походил, а в этот момент, когда пальчик болит, человек, естественно, он шагает уже чуть-чуть, ну, бережёт эту ногу, да, где травмировал. Естественно, у него структура тела и паттерн шага, паттерн – это шаблон, да, мы должны шагать там с определённой стойкой, там, левой ногой вперёд, правой рукой вперёд, а когда мы травмировали немножечко пальчик, там, ногу, мы ходим немножко по-другому, бережём травмированный участок. В этот момент, естественно, биомеханика совершенно другая. Мы включаем другие мышцы, мы немножко поклоняемся, нагружаем другую там сторону и происходит изменение баланса. И вот пока мы этот пальчик заживёт, и уже происходит, естественно, неправильное движение, перегрузка других мышц, и, естественно, и таз искривляется, там, и позвоночник, потому что мы же уже стоим неправильно физиологически, как нас природа поставила, немножко с перекосом. Поэтому потом происходит боли, потом спина будет болеть, поясница, потому что таз искривился, потому что мы ходили криво. А вина-то в пальчике. Поэтому я и говорю, что прикладная кинезиология, она именно вот та наука, которая находит первоисточник, кто виноват. И чаще всего всегда, Людмила Фёдоровна Васильева говорит, болит не там, где проблема, а компенсация уже. Про пральчик я сказал, это источник был первоначальный, а болит уже в другом месте. Если я правильно поняла, то кинезиология определяет причину, первопричину какой-то физиологической и может быть не только физиологической проблемы человека с помощью мануально-мышечного тестирования. Правильно? Да. Значит, мануально-мышечное тестирование это инструмент для определения первопричины. И я узнала от Лены, что ты стал использовать эфирные масла при этом методе, мануально-мышечное тестирование. Вот интересно было бы здесь, как это получилось случайно или ты намеренно это и какие ты получил результаты, то есть было ли что-то для тебя какой-то новостью, открыл ли ты что-то новое или может быть это какие-то другие эмоции у тебя были. Мне вот это интересно. Интеграция эфирных масел в кинезиологию. Вот как здесь было? Да, вот смотри. После того, как Лена начала использовать эфирные масла для того, чтобы восстановить свое здоровье, я тоже стал экспериментировать и применять в своей работе. Понимая, что очень часто у нас нервная система страдает, у нас сейчас жизнь такая очень бурная, активная, очень много негатива, всякие болезни новые, и человек, естественно, он психологически подвержен всяким стрессам. А эфирные масла я стал использовать, потому что воздействие аромата на нервную систему это уже давно доказано, потому что у нас очень много рецепторов. А эфирные масла это что? Это выжимки, это прана, это именно та суть, которая дана нам природой, в виде растений, фруктов, приправ. Вот сейчас, кстати, лирическое отступление, сейчас я смотрел короткое видео рекламы «Аватар-2», фильм такой знаменитый, Кэмерон, первый фильм я смотрел, любитель фэнтези, «Аватар-2». И там вот они на другой планете животных там, типа наших типов, убивают, и у них из мозга как раз достают вот эту прану, вот эту ее сущность, которая дарует человечеству бессмертию, то есть природную. Ну, это, конечно, жестоко, но это я утрированно говорю, то, что нам дает природа, все, что у нас вокруг, в нас заложены большие ресурсы, чтобы вылечить себя, чтобы поддерживать свое здоровье. И природа нам дает. И вот природные ресурсы вот в виде этих эфирных масел, именно вот этот концентрат, он как раз помогает при определенных проблемах, структурных, психологических. Поэтому в своей работе, как я говорю, используя мануально-мышечное тестирование, я иногда даю пациентам тот или иной, ну, флакончик с эфирным маслом и тестирую, проходит оно или нет. Это просто мануально-мышечное тестирование, это такой инструмент, всегда взаимосвязь между врачом и пациентом, когда организм отвечает, можно ему это или нельзя. А как организм отвечает, как ты узнаешь, подходит или нет? А это рефлекс мануально-мышечное тестирование, это тест, это тонус мышечный. А, по тонусу. По тонусу, это мышечный. Рефлексы, нервометонические рефлексы между мозгом человека и мышцами. Потому что доказано, что есть взаимосвязь мышц и органов, и нервной системы, прямая взаимосвязь. С позвоночником взаимосвязь, с зубами взаимосвязь. Мы же единые целые. Поэтому есть прямая взаимосвязь. Кстати, доказательная медицина, она считает, что это шарлатанство, потому что прикладная кинезиология это все-таки альтернативный метод, не медикаментозный. Ну да, да. Но всегда были противники и сторонники того или иного метода. И всегда будут. Да, и всегда будут. Игорь, я хочу вернуться еще раз к мануально-мышечному тестированию. Мне очень интересна эта тема. Вот я думаю, что мы в своих дальнейших выпусках мы же не ограничимся одним этим выходом. Мы будем дальше людям рассказывать о том, как они могут сами себе помогать. Или как они могут помогать себе с помощью альтернативной медицины. Я думаю, что мы покажем в деле, как это выглядит, мануально-мышечное тестирование. Потому что говорить можно бесконечно, но когда человек посмотрит один раз, как это выглядит, то это вообще совершенно другое представление. Но как бы опережая немножко, то есть мы еще пока не готовы показать зрителям полную картинку, как оно выглядит. Но у меня есть вопрос. Он может быть дилетантский, но мне очень хочется услышать на него ответ. Вот как-то в одном из видео я смотрела там вашу страничку в инстаграм или где-то, я не помню, я видел видео. Ты проводишь тестирование с пациенткой и ты даешь ей просто в руках подержать флакон масла и после этого у нее меняется тонус мышц. Вот мне интересно, как вот это работает. Когда мы наносим масло на тело, я понимаю, это физиология срабатывает. Но когда пациент держит флакон масла в руках и у него на одно масло одна реакция мышечного тонуса, а на другое масло у него другая реакция, даже не открывая флакон. Вот это как работает? Можешь объяснить? Да, это элементарно, это уже доказано, потому что у нас техника до того дошла и можно любой предмет, любой продукт исследовать на резонанс, на частоты резонирующие. А, так это частоты. давно изобрели приборы такие, они этот резонанс накладывают масло, не только масло, любого продукта, лекарства, этот резонанс накладывают на флакончик, содержащий воду, спирт, сахар, ну, в общем, перемешивают, называется назоды, потому что, допустим, каждому специалисту держать там набор лекарств, эфирных масел или чего-то, для того, чтобы определить, что нужно пациенту, используются назоды. То есть, накладываются какие же частоты резонирующие, эти назоды, пробники, вот, и путем накладывания, у нас Чернышева такая есть, профессор, который занимается хиро, вот этой практикой, все это лечением, тоже не медикаментозным, ну, есть такая знаменитая, вот, а... А я че? Я тоже Чернышева. Твоя одна фамилица, ты же Чернышева. Да. Ты че, а она полностью Чернышева. В общем, она давно этим занимается, и вот, и вот эти назоды, путем прикладывания к организму к организму человека изменения именно при мануальном мышечном тестировании, изменение тонуса и показывает, полезно конкретно это лекарство, это там эфирное масло, или этот продукт даже, причем приложение продукта на тело человека и изменение его мышечного тонуса можно определить. А можно ему это есть? Даже кусочек хлеба или сахар. Обычно там сахар используют, там человеку можно сахар есть. Если организм говорит, можно, но тонус мышечный не изменяется, это вот коротко так, да, вот мышца вот, тонус, мышцу вот так, руку держит гердовидная мышца, да, я вот, допустим, прошу, держи так руку и дави вверх мне в руку, дави. Я, вот она мне давит, я делаю небольшое давление вниз, кстати слабое, я делаю небольшое давление вниз, видите, что он усупал, да, это говорит о том, что у нее проблема или мышечная, или суставная, а может проблема с органом, вот, я, допустим, могу проверить путем терапевтической локализации или провокации, там, ну, в общем, чтобы изменить тонус и проверить, а что у нее проблема с чем? Обычно у нас дельтовидная мышца связана с легкими, вот, если обе мышцы слабые, дави вверх, 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 говорит о том, что проблема может быть с легкими связана, или с меридианом легких, я вот провоцирую первые точки легких, делаю провокацию, просто вот, поглажу, да, и опять тестирую, вверх, видишь, видно на камере, да, то есть, получается, это провокация действует 6 секунд, что, вот я демонстрирую, что такое мануально мышечный теснительный, дави вверх, видишь, слабость, да, я провоцирую первые точки меридиана легких, так, дави вверх, видишь, мышца сразу, реакция на воздействие, да, это взаимосвязь мышечная, вот, изменение тонуса, значит, у нее проблема где-то с легкими, в меридиане легких, вот, то есть, ты протестировал ее именно с помощью мануального мышечного тестирования, и ты определил, что причина в легочной, в легких, теперь я могу, допустим, взять масло эфирное, ну, я знаю, что она использует эфирное масло, она дышит, да, да, что у нее была проблема, там ей же ставили анхиальную астму, естественно, у нее меридиан легких немножко нарушен, я ей дам просто поддержать в другой рюке масло приз, не дышать, не мазать, вот, что такое, резонанс, от нее идет резонанс, вот, у человека есть аура, свое биополе, и через это биополе это резонанс, все равно взаимосвязь происходит, биополе человека, дави вверх, видно, что мышца усилилась, дави, 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 я пытаюсь побороть, делаю резкое движение, и у нее сразу рефлекс, мышечный, сопротивляется, видно, да, просто держала флакон, я сейчас уберу флакон, и говорю опять, дави вверх, дави, я вот давлю, никакого сопротивления, видишь, все, мышца сдается, и она может просто подышать, сейчас вот, даже не мазать, с лакончика подыши, это секунд через 20, 25, доходит до мозга, и проверим воздействие, пожалуйста, что надо доказать еще, видно? Да, угу, вот, то есть, вот как бы, вот так и действует, это, я показал, что такое мануально мышечные, тестированные, что такое провокация, и, как я использую эфирные масла, в той или иной ситуации, в лечении, в лечении, да, в помощи, я пользуюсь, И есть эфирные масла, которые можно внутрь принимать, которые дышать, которые можно просто помазать, потому что эфирные масла, у них молекулярные такие свойства, они межмолекулярное пространство быстро проходят. То есть они очень, да, межклеточное пространство проходит, потому что молекулярные, ну очень маленькие молекулы, и они могут проникать, и быстро причем, это же эфир. Да, вот для людей обычно очень понятно, когда что-то они принимают внутрь, или когда они что-то наносят на себя наружно, и здесь очень понятно, что это действительно идет проникновение, вот, и получается какой-то эффект. Но когда люди с традиционным мышлением смотрят, вот, например, на такие сейчас, на демонстрацию вот такого опыта, как мануальное мышечное тестирование, да, и как меняются показатели тонуса, да, благодаря тому только, что мы либо повоздействовали на точки, как ты говоришь, провокацию здесь, да, либо подержали в руках флакон, это для непосвященного зрителя, это кажется неким чудом, а на самом деле получается, что опять-таки работают технологии, то есть, да, все на самом деле давно уже изучено, просто нас этому, как ты говоришь, нам закрывают, да, ширмы на это глаза, и у нас медицина впереди, а вот такие вещи, как альтернативные способы лечения людей остаются где-то там за кадром. Ну, вот мы для этого и тут, чтобы показывать. И я бы, может быть, тоже, если бы я была непосвященная зрителям, я бы тоже могла сказать, а, типа, там, это вы что-то там подстроили, какой-то спектакль, но дело в том, что я-то уже видела это все в действии, почему я, у меня теперь и нет уже такого сильного удивления, потому что, когда мы с вами встретились на нашем семинаре в Питере, да, вот я же приезжала, и я вживую видела, как ты это делал на примере моего мужа, как ты на кушетке, на массажном столе, да, его тестировал, как я видела своими глазами, как меняются эти мышечные показатели, благодаря тому, что ты только брал и одну каплю масла и наносил на определенные точки тела, и как тело реагировало совершенно удивительным образом вот на эти вот взаимодействия с маслами, это такая тема, которую нужно освещать широко, поэтому я считаю, что тема тестирования вот этого, в том числе с эфирными маслами, ее нужно прямо отдельно сделать такое, отдельным видео, возможно, да, или даже отдельным каким-то циклом небольших видео, чтобы показать людям, как они могут решать свои проблемы. Я, как кинезиолог, используя мануальное мышечное тестирование, могу определить, какое конкретно масло какому пациенту нужно. А если простой обыватель не владеет методами прикладной кинезиологии и не имеет, естественно, образования, для таких людей как раз и запретена техника AromaTouch. Субтитры создавал DimaTouch. Субтитры создавал DimaTouch.